Привет, дружочки-пирожочки! Что ты, что меня лапой-то? Нормальная вообще? Пришла, значит, разлеглась и ударила меня лапой и ушла. Вот это кошка. Это Сопрона. И у меня сегодня будет Лол Рамикс. Лол Рамикс это серия музыкальная Лол. Она уже... Ну, она одна из последних, не последних, сейчас уже новые выходят, все дела. Вот, но в целом они есть, они у нас даже есть, продаются в разных там у нас магазинах и официально. Но я ее заказал из Америки, большой посылки. Посмотрите, распаковку со всякими Лол, распаковку по ссылке. Вот, в среднем они у нас в официальных магазинах стоят 5-5,5 тысяч рублей. Вот такая вот куколка одна. Я взял ее в районе 30 долларов с Амазона. Можете с помощью сервиса Лайта заказывать всякие штучки, игрушки различные. И в том числе вот такую куклу я заказал. То есть, ну, это где-то 2,700, 2,500, 2,700 в зависимости. И то, у нас где-то я видел по 4 тысячи рублей со скидкой. Уже типа написано было 7, цена, воу-воу-воу, скидка. Ну, естественно, это все разводняк, никакие не 7. То есть, 2,5 тысячи ее цена, официальная розничная цена, как она продается в Америке. Но у нас накручивает до 5 тысяч. Если найдется где-то дешевле, ну, будете знать, ну, вот, примерно, что такая цена. Это как бы вопрос тут не про цены образования, а про обзор игрушек. Просто рассказываю, где я взял. Вот. В данном случае это кукла Мадонна. Это по Мадонне сделано. То есть, основана реально на Мадонне. Музыкальный стиль. Вот этот. И, соответственно, кукла называется Поп Би-Би. Это Би-Би та самая, я так понимаю. Просто в таком вот образе какая-то кукла. Видите, это все сделано как альбом. Здесь есть даже музыкальная пластинка. Всего тут вот у этих кукол 4. И еще есть один гигантский. Ну, вы распаковку посмотрите, поймете, о чем я. И, соответственно, вот есть они разные. Китти Кей, какая-то Лоун Стар и какой-то Хани Ли Циус. Все они в разные музыкальные стили представляют. С разными музыкальными альбомами. Так вот. И музыкальный стиль в одежде тоже. Ну, то есть, дизайн. Это, конечно, Мадонна. Но я не мог не взять. Потому что Мадонну слушали. И я слушал. И чуть ли до меня. Родители. Я думаю, что ваши родители все слушали точно Мадонну. И сейчас даже до сих пор кто-то слушает Мадонну. То есть, она до сих пор. И когда кукла по Мадонне сделана, я считаю, это крутота. Вот. Это прикольно. Так. Ну, давайте теперь будем открывать. Как-то тут нужно открыть правильно. Вот. Смотрите. Тут есть вот эта вот штучка. Но чтобы ее открыть, нужно срезать скотч. Сейчас сделаем. Для этого нужен пицца-нож. Вот он. Он нам помож. Пицца-нож нам помож. Одна из версий пицца-ножа. И я так понимаю, что все, да, тянем-потянем. Но должно, наверное, как-то красиво это появляться. Вот так. Красиво. Красиво. Я ничего не могу сказать. И у нас остается здесь пластинка. Стоит ее достать. Как ее достать? Вопрос хороший. Вопрос ребром. Стоит. Надо достать пластинку. Как всегда. Будет очень много в плане упаковки каких-то вопросов. Вот. Но. Мы справимся, я думаю. Мы сильные. А, нет. Мы не сильные. Мы не справимся. А-а-а. Помогите. Помогите. Вот. Как-то так можно. О, ура. Достанем. Вот. Пластинка. Смотрите. Если бы у меня был проигрыватель, может быть, ее можно было запустить. Но у меня нету, потому что она выглядит как пластинка. И тут даже есть насечки. Может быть, тут есть какая-то и музыка. Я, честное слово, не знаю. Но это выглядит круто. Прикольно. Пластинка. Так. Давайте посмотрим. А что? Почему? Как интересно пахнет коробка. Ничем-то свежим, новым. Хотя, вроде, прошло время. Вот такая вот у нас история. Коробочка розовая с этой стороны, с этой стороны черная. И она открывается вот таким образом, как какой-то музыкальный элемент. Ага. И вот у нас здесь есть, смотрите, на развороте кукла нарисована. Express Yourself BB Music Fashion Attitude Vibe. Вот. Тут еще Fashion Remix. Всякое такое. Ага. А смотрите-ка, пластинка должна, по идее, устанавливаться вот сюда. И мы можем ее, типа, ну, хотя бы покрутить, как типа... Вока-вока-вока-вока. Вока-вока-вока-вока. Ну, в смысле, как диджей. Вот. Вряд ли она будет работать и крутиться, хотя я не знаю. Так. Что-то у нас здесь какие-то штучки отодвигаются. А, сюрпризы вот так достаются, да? Вот так мы достаем сюрпризики какие-то. Коробочка первая, допустим. Ну, давайте доставать. Как мне кажется. Так. Так, это что? Оу. Оу. Тут много всего. Вот, запихуй на это сразу. Я бы я был к этому готов обычно. У них, конечно, MJ полный рандом. То есть, они иногда каждую маленькую фитюльку упаковывают в отдельный пакет, коробку. А иногда вот так накинут целое что? Это колготы, шарф, трусы, носки. По всей видимости, это колготки. Придется ее... Так вот выглядят кукольные колготы, если что. Дальше, что это у нас? Ожерелье. Серьги, треугольники. Бубен. И кассетный плеер. Уолкман, типа Уолк Би Би. Вау, кассетник. Кассетники кончилось. Пленка. И так далее. Вот. Мотай. Здесь у нас что? Здесь у нас еще коробочка. Опять, наверняка, что-то куча всего, да? Или что-то одно. Тут не угадали. А, тут... Воу! Вот это туфли. Ботильоны, или не знаю. Нет. Просто такие туфли рокерского... Рокерского направления туфли. Это же такая у нас. Поп-рок, рок-поп. Я не знаю. Мадонна в каком стиле? Я так однозначно вам и не скажу. Какой? Рокопопс. Попсорок. Она же иногда и зажигает, дай боже, иногда просто какая-то попсятинка. Вот. Не знаю, не знаю. Так. Да простят меня все поклонники и фанаты Мадонны за незнание. Ииии. Ииии. Мадонна, выходи. Выходи. Ооо. Ооо. Смотрите, что. Ооо. У нас здесь есть какой-то механизм. Что? 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 Это? Что это значит? Так. Устанавливаем и... Вау. Так. А как запустить? На секс-экспрессию. Авторский. Вот песня играет. Та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Авторский ютюб. Не влепи мне, пожалуйста. Вот. Пожалуйста. Не влепи мне за этот обзор. Да пожалуйста, без использования. Ну, потому что ютюб за музыку очень часто банят и не дает возможности. Здесь есть вот эта песня, которая запускается поворотом. Это странно, но прикольно. Ну, то есть, я имею в виду, это надо как-то там подложить туда что-то, потому что она прогибается. Видели? И вот у нас кукла. Вау. Она, конечно, ну, шикардосно выглядит. У нее очень смешной прям наружу такой лифчик с кругами. Ну, это, короче, стиль, да? И такой вот дерзкий стиль Мадонны присутствует здесь на ней. Так. И, ну, наверное, проще всего ее отсюда целиком вытащить. А, все вываливается. Здесь вот так немножечко раздулась коробка. Тут у нас всякие неоновые штуки. Стиль вот этот ремикс. Все вот это вот отставляем пока. Убираем пока. И стоит, наверное, посмотреть, что у нас из аксессуаров еще тут есть. Что-то бы оно выпадало. Например, здесь вот выпал такой аксессуар. И что он себя представляет? Давайте посмотрим. Он из себя представляет. Представляет он из себя. Он из себя представляет. О, плеер и наушники. Это же можно присоединить. Да, реально. Можно присоединить наушники к плееру. Круто. Реально классно. У меня даже были похожие наушники, когда у меня был кассетный плеер. Да, у меня был кассетный плеер. Это типа не считалось там, типа... Был, типа, новый кассетный плеер. И у меня был, понимаете, новый. Нет, в смысле тому, что не даже ретро, а когда они были новыми. Тогда кассеты продавались. И все вот это вот. Не было никаких еще дисков. Ничего такого. Настолько я старый. Я давайте это распакую и покажу вам, потому что сейчас я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Он говорит, не бойся. А я говорю, боюсь. А я говорю, не бойся. А я говорю, боюсь. Хорошо, я тут сейчас все уничтожу. Уничтожу. За что держишься? За что ты держишься? Не держись за это больше. А все. Ладно. Можно так разобраться. Так. Так. У нас здесь есть всякие сообщения какие-то приходят. Это у меня, если вдруг слышали. Так. У нас здесь есть костюм. Я так понимаю, сцени. Ну, она же все-таки музыкант. Вот. И музыкантка. Музыкантша. А. Да я забыл опять. Простите меня. Но это не столь важно. Это макулатура. Столько макулатуры лол выкидывается, что порвал пакетик. Это у нее вот такое худи пижамное. Да. Что-то не Мадонна стиль какой-то немного. Вот это. Это странно. Так. Следующий. Хотя я не все знаю про Мадонну. И, ну, тут как бы по мотивам нигде, видите, не написано. Но, когда я читал про эту куклу, про эту серию, что вот именно она, это вот Мадонна. Но вот здесь вот сочетание какого-то рюш и каких-то таких ремней, это довольно, может быть, прикольно. Так. Значит, есть еще у нас что-то. И еще что-то. Ну, мало такого, да? Поп. Поп. Скорее поп. Ну, Мадонну почему-то я ее представляю. У нее, видимо, разные были периоды музыкального творчества. Я ее всегда в каких-то провокационных, рокерских нарядах таких представлял. Но вот эта курточка еще, джинсовочка, куда не шло. Ну, и вот у нас здесь есть альбомчик ее. Да, можно достать. Вот такая вот штучка. Она еще открывается. И вот тут какая-то песня можно подпевать. Типа ля-ля-ля. Жу-жу-жу. Подставка, соответственно, естественно. Подставка есть. Оп-оп. Оп-оп. Подставка есть. Подставка собирается. Ну, стандартная просто розовая подставочка. И сама кукла. Вот она. Ну, а как? Без обзора распаковки, конечно же, никуда. Поэтому... Ну, в общем, сейчас буду распаковывать. Дальше посмотрим на куклу. И заодно приодену. Я все-таки покажу вам пока вот в первозданном виде. Еще здесь была расческа. И сама кукла как выглядит. Пока я ее не растрепал, что-нибудь не сделал. Так. Вот выглядит так кукла. Ну, опять же, вызывающая. Ну, Лол, они все такие вызывающие. Типа провокационные. Кстати, прикольно. У нее такие резиновые ноги. А у предыдущих также было. Надо посмотреть. У нее просто... Смотрите, что делается. Резиновая нога. Должна, наверное, сгибаться. Ну, она сгибается. Что-то один раз, да? Мне кажется, должно быть два, да? Нет? Один раз, видимо, сгибается. Вот у меня один раз. Даже раз я боюсь, что сломаю уже сустав. Вот. Это убирается лишнее. Здесь у нее подвижность такая же. Ну, просто на ощупь даже другая совершенно прикольная. Тут у нас что-то на нее намазано. Но, скорее всего, этого можно отчистить, отмыть. Немного вот такой макияж. Значит, вот на выкате у нас, значит, ее бюстгальтер. Соответственно, все эти формы стандартные. Волосы. Тут, конечно, наверняка заценят те, кто любит вот именно по поводу волос заморочиться у LOL. Вот здесь у нее, видите, такие волнистые волосы с черными, розовыми, желтыми прядями. Сверху здесь такой чубчик. И вот здесь еще кучеряшечки. А также есть ленты вплетены сюда. Ну, и эту прическу я бы не стал. То есть, это прям кукла, которой надо нарядить, и все. И, соответственно, и все. Вот. Подвижность, я думаю, вы все знаете. Что под одеждой, я думаю, вы все знаете. Все прекрасно видели. Торсики все одинаковые. Никаких сюрпризов нас тут не будет ждать. Так что я ее сейчас вот наряжу. Вот сейчас наряжу уже одежу. Нет, еще не все. К слову, это все. Надо будет, кстати, снять. То есть, у нас здесь один комплект только обуви. И, по идее, вот этот дизайн, вот эта вот штука, она у нас вот так. И еще можно сверху нацепить как раз вот этот вот худи. Ну, снизу, точнее, я так понимаю. Худи нацепить на нее. И в этом худи она будет... Ну, это очень странно, серьезно. Худи с рокерскими вот этими... Я не понимаю, как это надевать, честное слово. Я сейчас все ее растреплю, поэтому давайте лучше обычную. Короче, странное сочетание такое. Ну, может быть, в этом есть фишка сочетания несочетаемого. Не хватает как бы ей такого попсового образа, да? То есть, может быть, вот этот попсовый образ. Тогда где какие-то такие ботильоны должны быть? Ну, такие ботики. Я не знаю, что. Потом, как это снимается? Непонятно, да? Что? А, мы должны это все... Вот это вот, смотрите, как... О! Это все снимается. И, ну, перчатки остаются. Перчатки остаются. Колготки действительно нужно будет нацепить. А вот это все нужно будет снять. То есть, это один образ, но он какой-то не до конца, как мне кажется, завершенный. То есть, там предлагают на картинке как-то ее... Все-таки надо посмотреть сейчас. Где-то у меня картинка есть ее с другим альтернативным образом. То есть, это один образ. А второй, да, в этих ботинках. То есть, она в худи, вот в этом во всем и с плеером. Вот такой образ. Ну, странно смотрится, странно, честное слово. Да. Может быть, опять же, это согласовывали с Мадонной, в зависимости от того, как она выглядит. Так, я не понимаю, что... Так, слишком огромные бедра у вас, мадам, чтобы... Это не в укор огромным бедрам. Это все здорово. Огромные бедра, это прекрасно. Но, как и не огромные бедра, как любые бедра, даже и отсутствие бедер, даже безбедренность, она тоже чудесно прекрасна, да? Сейчас же надо вот так говорить. И, короче, все, вот. Я к тому, что вот теперь вы видели. Ну, и, соответственно, вот этот элифак тоже нужно снимать. Теперь вы посмотрите на фигурку. Все же я не могу. У меня эти перчатки слетают. Надо пока их снять, они будут мешаться. Вот. Снимаем и видим торсик куклы вот так. Пластик. Это типа резина. И вот это типа резина. Соответственно, все. Вот так выглядит Мадонна без одежды. Я думаю, все видели ее без одежды. Мадонна не стесняется на обназонку, раздевание сама по себе. Скандальные куклы, как ОМГ. И скандальные певицы, соответственно, тоже. Я напилил у нее все, все, что можно, поэтому выглядит так немножко нелепо. Но в целом, вот у нас эти наушники, у нас серьги, и у нас плеер, бубен, и вот такой вот вид из странного кроя курточка, которая постоянно у меня заворачивается, и, в общем, вот так, ладно, плеер пока снимем, в общем, вот такая вот она, и вот на концерте она там типа в свой бубен бьёт, динь-динь-динь, вот. Соответственно, так выглядит сзади, спереди колготы, всё-таки лифчик нужно было вернуть, хотя тут есть вроде как бы, но это как на картинке, так и сделал. Вот, серёжки, в общем, вот такой вот стиль поп-рок, то есть эти как бы перчатки-сеточки, колготки-сеточки, роковые вот эти вот, но при этом вот такой макияж яркий, да, и вот второй стиль у нас есть. Второй стиль представляет из себя вот эти, вот этот купальник открытый, значит, это вот это вот худи, и типа плеер вот так чилит, Мадонна, так она отдыхает, но ботинки не меняет, а стоило бы, потому что, ну, там, возможно, пахнуть будут потом после концерта, понимаете, ну, как-то должно быть, тапочки, что не положили, жадина, MJ, ну, камон, MJ, ну, что вы такие. Вот такая вот кукла, значит, стоимостью, как я и говорил, там вот у нас 5, 6, 7 тысяч рублей, 2,5 тысячи, ну, где-то 30-35 долларов по скидке, можно посмотреть за 27-29, я думаю, можно найти вот эту куклу. Ну, или у нас, если найдете деньги на распродаже, скидки тоже можно. В целом, как бы, здесь вопрос именно в самой кукле. Кукла прикольная, интересная, классная, выглядит здорово, дизайн крутой, аксессуары здоровские, штучка вот эта есть, музыкальная, вжухолка здесь есть, непонятно, как ее, то есть, нормально только использовать. Коробка одноразка, ну, не одноразка, ну, вот, вот, понимаете, она там перевешивает вот это вот все. Не хватает чего-то, вот как будто не до конца проработано, не до конца продумано, но хотелось бы все-таки посмотреть, ну, как бы, чтобы это было, знаете, какой-нибудь стенд, куда можно поставить сзади эту пластинку. Было бы классно, да, вот, например, в тех же маленьких ремиксах все продумано, стенды. Не оформлена как-то отдельно подставка, можно было ее сделать как-то выигрышно, аксессуары типа расчески, всего остального, отсутствие вторых бот вот этих вот каких-то обуви, там можно было сделать ролики, ей дать типа ролики или какие-нибудь тапочки, или просто сандалии какие-нибудь, не знаю, что-то, ну, просто те же самые типа образ концертный и образ как бы после концерта почему-то на обувь пожатничали, очевидно. Это как бы даже нарисовано на, то есть дизайн второй тот с этой, вот с этим совсем, с этой обувью, он нарисован официально на сайте MJ. Вот, идея с пластинкой классная, прикольная, то есть это как бы про музыкальную культуру, музыкальную сферу, на полке будет смотреться интересно, можно сказать, смотрите, это Мадонна, она вот, тут у нее пластинка. Но вот пластинка просится, да, как-то вот поставить, чтобы она была, или как подставка, чтобы была, вот было бы тоже классно, если бы можно было подставку сделать, вот. Было бы еще прикольно, если бы это была крутящаяся, например, все-таки эта кукла более дорогая, чем ремикс, можно сделать, чтобы подставка была крутящаяся, просто даже имитацию, что она крутится, каких-нибудь шарики ролики, не механической. Ну, что-нибудь такое придумать можно было, как по мне. Но так, кукла симпатичная, прикольная и интересная. Вот эта серия классная. У меня еще есть огромный набор LOL Remix. И еще есть одна музыкальная кукла, так что не пропустите. Колокольчик нажмите, распаковку посмотрите, лайком и пользуйтесь. И комментарии напишите. Пока!